Письмо матери его измучило, но относительно главнейшего, капитального пункта, сомнений в нем не было ни на минуту, даже в то еще время, как он читал его. Главнейшая суть дела была решена в его голове и решена окончательно, не бывать этому браку, пока я жив. И к черту господина Лужина. — Потому что это дело очевидное, — бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. — Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам. И еще извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили. Еще бы. Думают, что теперь уж и разорвать нельзя. А посмотрим, нельзя или нельзя. Отговорка-то капитальная. Уж такой, дескать, деловой человек, Петр Петрович, такой деловой человек, что жениться иначе не может, как на почтовых, чуть не на железной дороге. Нет, Дуня, все вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься. Знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанской Божьей Матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Так, значит, решено окончательно. За делового и рационального человека изволите выходить Авдотья Романовна, имеющего свой капитал. Уже имеющего свой капитал. Это солиднее, внушительное. Служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений, как пишет мамаша. И, кажется, доброго, как замечает Дуничек. Это, кажется, всего великолепнее. И эта же Дуничка за это же, кажется, замуж идет. Великолепно. А любопытно, однако же, для чего мамаша о новейших-то поколениях мне написала. Просто ли для характеристики лица или с дальнейшей целью задобрить меня в пользу господина Лужина. Хитрые. Любопытно бы разъяснить еще одно обстоятельство. До какой степени обе были откровенны друг с дружкой. В тот день и в ту ночь. И во все последующее время. Все ли слова между ними были прямо произнесены. Или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях. Так уж нечего вслух-то все выговаривать. Да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было. По письму, видно, мамаши он показался резок, немножко. А наивная мамаша и полезна к Дуне со своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и отвечала с досадой. Еще бы. Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов, и когда решено, что уж нечего говорить. И что это она мне пишет, люби Дуню, родя. А она тебя больше себя самой любит. Уж не угрызение ли совести ее самое втайне мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать. Ты наше упование, ты наше все. Мамаша. Злоба накипала в нем все сильнее. И если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его. Это правда, продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове. Это правда, что к человеку надо подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его. Но, господин Лужин ясен. Главное, человек деловой, кажется, добрый. Шутка ли? Поклажу взял на себя, большой сундук на свой счет доставляет. Как же не добрый? А они-то обе, небеста и мать, мужичка подряжают в телеге, рогожей укрытой. Я ведь так езжал. Ничего. Только ведь девяносто верст, а там приблагополучно прокатимся в третьем классе верст тысячу. И благоразумно. По одежке протягивай ножки. Да вы-то, господин Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста. Не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперед занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот. Вот предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит и расходы пополам. Хлеб-соль вместе, а табачок врозь. А пословец. Да и тут деловой-то человек их поднадул немножко. Поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда. А пожалуй, что и за даром пойдет. Что же они обе не видят, что ли? Этого аль нарочно не замечают? И ведь довольны? И как подумать, что это, пожалуй, только цветочки, а настоящие фрукты впереди? Ведь тут что важно? Тут не скупость, не скалдырничество важно, а тон всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество. Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми, аль с двумя билетиками, как говорит та старуха. Чем же жить-то в Петербурге, она надеется потом. Ведь она уж по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней нельзя будет вместе жить после брака, даже и в первое время. Милый-то человек, наверное, как-нибудь тут проговорился, дал себя знать, хоть мамаша и отмахивается обеими руками, от этого сама, дескать, откажусь. Что же она? На кого же надеется? На 120 рублей пенсиона, с вычетом на долг Афанасию Ивановичу. Косыночки она там зимние вяжет, да на рукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки-то всего только 20 рублей в год прибавляют к 120-ти рублям. Это мне известно. Значит, все-таки на благородство чувств господина Лужина надеется. Сам, дескать, предложит, упрашивать будет. Держи карман. И так-то вот всегда у этих шилеровских прекрасных душ бывает. До последнего момента рядят человека в павлинные перья, до последнего момента на добро они на худо надеются. И хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговорят. Коробит их от одного помышления. Обеими руками от правды отмахиваются до тех пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена, об заклад бьюсь, что Анна в петлице есть, и что он ее на обед и у подрядчиков, и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет. А, впрочем, черт с ним. Ну да уж пусть мамаша, уж бог с ней, она такая. Но Дуня-то что? Ведь я знаю вас. Вам уже двадцатый год был тогда, как в последний-то раз мы виделись. Характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что Дунечка многое может снести. Это я знался. Это я два с половиной года назад уже знал. И с тех пор два с половиной года об этом думал. Об этом именно. Что Дунечка может многое снести. Уж когда господина Свидригайлова со всеми последствиями может снести, значит, действительно может многое. А теперь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще и излагающего, чуть не при первом свидании. Ну да, положим, он проговорился, хоть и рациональный человек, так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно, в виду имел поскорее разъяснить. Но Дуня-то. Ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. Ведь она хлеб черный один будет есть, да с водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт, за весь Шлезвиг Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и, ну да уж, конечно, не изменилась и теперь, что говорить. Тяжелы, Свидригайловы? Тяжело за 200 рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я все-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдет к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем опогляд дух свой и нравственное чувство свое связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать навеки из одной своей личной выгоды. И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законной наложницей господина Лужина. Почему же теперь соглашается? В чем же штука-то? В чем же разгадка? Дело ясное для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти. Себя не продаст, а для другого вот и продает. Для милого, для обожаемого человека продаст. Вот в чем вся наша штука-то и состоит. За брата, за мать продаст. Все продаст. Тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим. Свободу, спокойствие, даже совесть все на толкучий рынок снесем. Пропадай жизнь. Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем. У иезуитов научимся на время, пожалуй, и у себя самих успокоим. Убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. Таковы-то мы и есть. И все ясно, как день. Ясно, что тут никто иной, как Родион Романович Раскольников, в ходу и на первом плане стоит. Ну как же. Счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу обеспечить. Пожалуй, богачом впоследствии будет, почетным, уважаемым, а может быть даже славным человеком окончит жизнь. А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя первенец. Но как для такого первенца хотя бы и такую дочерью не пожертвовать? Милые и несправедливые сердца. Для чего? Тут мы и от Сонечки на жребья, пожалуй, что не откажемся. Сонечка Мармеладова, вечная, пока мир стоит. Жертву-то вы обе измерили вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? А разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? Любви тут не может быть, пишет мамаш. А что, если кроме любви-то и уважения не может быть, а напротив уже есть отвращение, презрение, омерзение, что же тогда? А и выходит тогда, что опять стало быть, чистоту наблюдать придется. Не так, что ли? Понимаете ли, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что Лужинская чистота, все равно, что и Сонечкина, может быть даже хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорт и расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет. Дорого стоит, Дунечка, сия чистота? Ну, если не под силу станет, раскаетесь. Скорби-то сколько? Грусти, проклятий, слез-то скрываемых ото всех сколько, потому что не Марфа живи, Петровна? А с матерью что тогда будет? Ведь она уже и теперь неспокойно мучается. А тогда, когда все ясно увидит, а со мной? Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка. Не хочу, мамаша. Не бывать тому, пока я жив, не бывать. Не принимаю. Он вдруг очнулся и остановился. Не бывать? А что же ты сделаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Всю судьбу свою, всю будущность им посвятить, когда кончишь курс и место достанешь? Слышали мы это? Да ведь это буки. А теперь? Ведь тут надо теперь что-нибудь сделать, понимаешь? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под струблевый пенсион, да под господ Свидригайловых, под заклад достаются. От Свидригайловых-то, от Афанасия, это Ивановича Вахрушина. Чем ты их убережешь, миллионер будущий, их судьбою располагающий. Через десять-то лет. Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй, что и от слез. От поста исчахнет, а сестра... Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через десять лет, а ли в эти десять лет? Догадался? Так мучил он себя и подразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие и давнишние. Давно уже, как они начали его терзать и стерзали ему сердце, давным-давно, как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса. Который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало, надо решиться, хоть на что-нибудь. Или отказаться от жизни совсем, вскричал он вдруг в выступлении, послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить. Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти, вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Вдруг он вздрогнул. Одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не от того, что пронеслась эта мысль, он ведь знал, предчувствовал, что она непременно пронесется, и уже ждал ее. Да и мысль эта была совсем не вчерашняя, но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном, и совсем незнакомом ему виде. И он вдруг сам сознал это. Ему стукнуло в голову и потемнело в глазах. Он поспешно огляделся. Он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку. Проходил же он тогда по бульвару. Скамейка виднелась впереди, шагах в ста. Он пошел сколько мог поскорее, но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе все его внимание. Вглядывая скамейку, он заметил впереди себя шагах в двадцати идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шел, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное, из первого взгляда бросающееся в глаза, что мало помолу внимания его начало к ней приковываться. Сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного. Во-первых, она должна быть девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней была шелковая, из легкой материи, матерчатая платьица, но тоже как-то очень чудно надетая, едва застегнутая сзади у талии, в самом начале юбки, разорванная. Целый клок отставал и висел, болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению девушка шла не твердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила наконец все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но дойдя до скамьи, она так и повалилась на нее в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Перед ним было чрезвычайно молоденькое личико. Лет 16, даже может быть только 15. Маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень уж мало понимала. Одну ногу заложила за другую, причем выставила ее гораздо больше, чем следовало, и по всем признакам очень плохо осознавала, что она на улице. Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нее в недоумении. Этот бульвар всегда стоит пустынный, теперь же во втором часу и в такой зной никого почти не было. Однако же в стороне, шагах в 15, на краю бульвара остановился один господин, которому по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел ее издали и догонял, но ему помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдет. Дело было понятное, господин этот был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился. Ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину. Эй, вы, Свидригайлов, вам чего тут надо? Крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами. Это что значит? Строго спросил господин, нахмурив брови и свысока удивившись. Убирайтесь, вот что. Да как ты смеешь каналья? И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади и между ними стал городовой. Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? Кто таков? Строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотья. Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенами и с толковым взглядом. Вас то мне и надо, крикнул он, хватая его за руку. Я бывший студент Раскольников. Это и вам можно узнать, обратился он к господину. А вы пойдемте-ка, я вам кое-что покажу. И схватив городового за руку, он потащил его к скамейке. Вот смотрите, совсем пьяная. Сейчас шла по бульвару, кто ее знает из каких. Они похожи, чтобы по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь напоили и обманули в первый раз. Понимаете? Да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье. Посмотрите, как надето. Ведь ее одевали, а не сама она и одевали-то неумелые руки. Мужские это видно. А теперь вот посмотрите сюда. Этот Франц, с которым я сейчас драться хотел, мне незнаком. Первый раз вижу, но он ее тоже отметил дорогой, сейчас пьяную-то, себя не помнящую. И ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее, так как она в таком состоянии, завести куда-нибудь. И уж это наверное так. Уж поверьте, что я не и следил, только я ему помешал, и он теперь все ждет, когда я уйду. Вот он теперь отошел маленько и стоит, будто папироску свертывает. Как бы нам ему не дать, как бы нам ее домой отправить, подумайте-ка. Городовой мигом все понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен. Оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах. Ах, как жаль-то, сказал он, качая головой, совсем еще как ребенок. Обманули это как раз. Послушайте, сударыня, начал он звать ее, где изволите проживать? Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой. Послушайте, сказал Раскольников, вот, он пошарил в кармане и вытащил двадцать копеек. Вот, возьмите извозчика и велите ему доставить по адресу, только бы адрес-то нам узнать. Барышня, барышня, начал опять городовой, приняв деньги, я сейчас извозчика вам возьму и сам вас припровожу. Куда прикажете, а? Где изволите квартировать? Пшла, пристают, пробормотала девочка и опять отмахнулась рукой. Ах, как нехорошо, стыдно-то, как барышня. опять закачал головой, сожалея и негодуя. Ведь вот задача, обратился он к Раскольникову и тут же мельком опять оглядел его с ног до головы. Странен, верно, он ему показался в таких лохмотьях, а сам деньги выдает. Вы далеко ли отсюда их нашли? спросил он его. Говорю вам, впереди меня шла, шатаясь, тут же на бульваре. Как до скамейки дошла, так и повалилась. Ах, стыд-то, какой теперь завелся на свете. Господи, немудреная эка и уже пьяная. Обманули это как есть. Вон и платьица их не разорвана. Ах, как разврат-то но не пошел. А пожалуй, что из благородных будет, из бедных каких. Но немного таких пошло. По виду-то как бы из нежных, словно ведь барышня. И он опять нагнулся над ней. Может, и у него росли такие же дочки, словно как барышни и из нежных, с замашками благовоспитанных и со всяким перенятым уже модничанием. Главное, хлопотал Раскольников, вот этому подлецу как бы не дать. Ну что же он еще над ней надругается? Наизусть видно, чего ему хочется. Иж подлец не отходит. Раскольников говорил громко и указывал на него прямой рукой. Тот услышал и хотел был опять рассердиться, но одумался и ограничился одним презрительным взглядом. Затем медленно отошел еще шагов десять и опять остановился. Не дать-то им это можно, отвечал он дирофицер в раздумье. Вот как бы они сказали, куда их предоставить, а то барышня, а барышня, нагнулся он снова. Та вдруг совсем открыла глаза, посмотрела внимательно, как будто поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону, откуда пришла. Фу, бесстыдники, пристают, проговорила она еще раз отмахнувшись. Наскоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Франт пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз. Не беспокойтесь, не дамс, решительно сказал усач и отправился вслед за ними. Эх, разврат-то, но не пошел, повторил он вслух, вздыхая. В эту минуту как будто что-то ужарило Раскольникова. В один миг его как будто перевернуло. Послушайте, эй, закричал он вслед усачу. Тот оборотился. Оставьте, чего вам? Бросьте ее, пусть позабавится, он указал на Франт. Вам-то чего? Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся. Эх, проговорил служивый, махнув рукой и пошел вслед за Франтом и за девочкой, вероятно, приняв Раскольникова или за помешанного, или за что-нибудь еще хуже. Двадцать копеек мои унес, злобно проговорил Раскольников, оставшись один. Ну и пусть из того тоже возьмет, да и отпустит с ним девочку. Тем и кончится. И чего я ввязался тут помогать? Ну, мне ли помогать? Имею ли я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем, мне-то чего. И как я смел отдать эти двадцать копеек? Разве они мои? Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеяны. Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чем бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, все забыть, потом проснуться и начать с изного. Бедная девочка, сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. Очнется, поплачет, потом мать узнает. Сначала прибьет, а потом высечет. Больно и с позором, пожалуй, и сгонит. А не сгонит, так все-таки пронюхают Дарьи Францевны и начнет шмыгать моя девочка туда-да-сюда. Потом тотчас больница и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают. Ну а там, а там опять с больницы, вино, кабаки и еще больница. Года через два-три калека и того житья ее 19 или 18 лет одрату всего. Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот все так и делались. А пусть. Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год куда-то к черту. Должно быть, чтобы остальных освежать и им не мешать. Процент. Славные права у них эти словечки. Они такие успокоительные, научные. Сказано процент, стало быть, тревожиться нечего. Вот если бы было другое слово, ну, тогда было бы, быть может, беспокойнее. А что, коли Дунечка как-нибудь в процент попадет? Не в тот, так в другой. А куда же я иду? Подумал он вдруг. Странно. Я же зачем-то пошел. Как письмо прочел, так и пошел. На Васильевский остров к Разумихину я пошел вот куда. Теперь помню. Да зачем, однако же. И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне теперь в голову. Это замечательно. Он дивился себе. Разумихин был одним из его прежних товарищей по университету. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей. Всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя. И за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен, как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит как на что-то низшее. С Разумихиным же он почему-то сошелся, то есть не то, что сошелся, а был с ним сообщительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно веселый и сообщительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этой простотой таились и глубина и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, все любили его, был он очень неглуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность его была выразительная, высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью в компании он одним ударом садил одного блюстителя вершков двенадцати росту. Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить. Иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Разумихин был еще тем замечательен, что никакие неудачи его никогда не смущали, и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли его придавить. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам один содержал себя, добывая кое-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется, заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спиться. В настоящее время был выйти из университета, но ненадолго. Из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не был у него уже месяца четыре, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то месяца два тому назад они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешел на другую сторону, чтобы тот его не заметил, а Разумихин хоть и заметил, но прошел мимо, не желая тревожить приятеля.